Патриотические акции, спектакли, разговоры о важном для детей и взрослых в преддверии Дня Победы запланировали насыщенную программу. Об этом рассказали руководители профильных департаментов на совещании в мэрии. Его провела глава Самары Елена Лапушкина. В учреждениях культуры пройдет 127 мероприятий. На базе детской системы библиотек 7 мая это традиционные международные акции «Читаем детям о войне». И 8 мая пройдет читка с онлайн-трансляцией уникальной книги «Детская книга войны. Дневники 41-45 годов». В театрах в предпраздничные дни будут представлены спектакли, посвященные теме Великой Отечественной войны. Это повесть о настоящем человеке, красное вино Победы, танцплощадка 45-го года, возвращение. 9 мая все муниципальные музеи будут работать бесплатно. В музее Рязаново можно увидеть выставку, посвященную актерам-фронтовикам. В детской картинной галерее выставку «Сохраняя память» об истории спасения исторических и культурных ценностей в блокадном Ленинграде. В местных ДК и школах искусств пройдут концертные программы. Запланированы патриотические мероприятия в детских садах и в общеобразовательных школах. Всероссийские проекты «Разговоры о важном». Вот конкретно сейчас на первом уроке во всех школах страны и города проходит разговор о важном. Самый важный урок, посвященный Дню Победы. На уроках мужества и на музейных уроках запланированы показы документальных фильмов, беседы, тематические мероприятия, а также экскурсии в школьные музеи. Праздничную программу подготовили и для старшего поколения. На сегодняшний день в Самаре проживает 2977 ветеранов Великой Отечественной войны. Для них проведут торжественный прием, организуют просмотр Парада Победы на площади Куйбышева. Дворцом ветеранов в рамках празднования 79-й годовщины Победы будет проведено 12 мероприятий с охватом около 3,5 тысяч человек. Это праздничные концерты, танцевальные площадки, коллективы будут принимать участие совместно с образовательными учреждениями городского округа Самара. И, конечно, продолжает работу наш проект «Город трудовой доблести, город наших побед», посвященный труженикам тыла и участникам фронтовых бригад. Главное событие 9 мая – Парад Победы на площади Куйбышева. Участие в нем примут более 20 парадных расчетов, будет задействовано около 30 единиц военной техники, в том числе танк Т-34 – боевая машина образца 1941 года. В связи с проведением шествия будут перекрыты улицы, примыкающие к площади Куйбышева.